Сфера недвижимости одна из самых уязвимых мошеннических схем. Жертвой одной из таких афер стала жительница столицы Бахыт Айтмагамбетова. Пенсионерке предложили обменять дачный участок на квартиру в новостройке. Мол, как только строительство ЖК завершится, так сразу получите ключи, уверял представитель компании Марат Арина. Но новоселье Айтмагамбетовы так и не встретили. После подписания правоустанавливающих документов Бахыт со своей семьей осталась без дома и обещанной квартиры. Подробности недобросовестной сделки выясняла моя коллега. Этот участок Бахыт Айтмагамбетова приобрела 7 лет назад. Достался он с большим трудом. Копили на него всей семьей. Общими усилиями построили небольшой дом в 55 квадратных метров. После сделали ремонт, купили мебель. Но год назад им сообщили о том, что земля, на которой стоит их дом, пойдет под снос. Взамен им предложили нежилое помещение в одном из столичных ЖК «Фемида». Инициатором сделки стал Марат Аринов. Он представился инвестором строящегося благоустроенного дома. К нам пришел Марат Аринов, который представился инвестором ЖК «Фемида» и предложил нежилое помещение на тех этажах в строящемся жилом комплексе «Фемида» в обмен на нашу дачу. Мы к тому времени уже жили в новом построенном доме 6 на 9. Там все условия были – душ, туалет внутри, большая баня. Также Марат Аринов гарантировал, что обещанное нежилое помещение на тех этаже в ЖК «Фемида» он переведет в жилой фонд. То есть оно станет полноценной жилой квартирой. При этом Марат попросил уже бывших хозяев снести на участки их частный дом. Мол, его интересует лишь земля. Поэтому мы снесли этот большой дом, баню и пока начали проживать в старой маленькой времянке. И терепливо ждали обещанную квартиру. Сын со своими семерыми детьми ушел жить на съемной квартире. Здесь сейчас проживаю я с дочерью и с тремя детьми. Он нам обещал, что в декабре дом будет сдан в эксплуатацию, и мы уже сможем получить ключи от квартиры. Но с того времени, как мы заключили договор, от него мы слышали одни обещания, что дом вот-вот достроится, и мы получим ключи. После заключения сделки прошло полгода ожиданий. В итоге ни дома, ни квартиры. В поисках правды Бахыт Айтмагамбетова обратилась к председателю жилищно-строительного кооператива. Как оказалось, отношения между ЖСК и компанией Марата Аринова давно расторгнуты. И договоренности о передаче нежилой недвижимости нет и не было. У нас сейчас идут судебные тяжбы с этим Intel KZ Development. Это является проблемным объектом. И сейчас для меня первостепенно выдать ключи, чтобы снять социальное напряжение. Это первостепенно. Даньяр этот, вот мы даже не знали, что он заключил договор. Вот он объявился недавно. Мы будем выступать третьим лицом, в их суде участвовать будем, потому что здесь затронуты и наши интересы. Мы даже не видим, что вот такое произошло. Какие-либо вот комментарии я пока ни по Аринову ничего дать не могу, у нас идет процесс. После таких открытий пенсионерка считает, что в этой мошеннической сделке замешан и нотариус, которая оформила договор Мены. Однако юрист Айгуль Хасенова считает эту сделку весьма выгодной. Марат Аринов сам предложил пойти к нотариусу Хасеновой Айгуль Сапарбековне, с которой он всегда работает. Сказал, что все она сделает законно. И там мы все подписали договор Мены. Я ходила к строящемуся ЖК Фемида, где мы должны были получить квартиру. Оказалось, что дом проблемный, там никаких работ мы не увидели. И мы сразу начали писать заявление в разные инстанции. В принципе, я не могу сказать, что вот, допустим, невыгодная была сделка для этого человека. Сейчас вот я так думаю, ну, будем разбираться, пока я ничего вам не могу сказать. Сейчас вот они подали жалобу, насколько я знаю, в департамент юстиции, и будет разбираться. Сейчас Бахатапас Горичу вспоминает свой добротный дом, в котором жила вся ее большая семья. Она надеется, что ей вернут ее дачный участок. После обращения в госорганы пожилая женщина с ужасом узнала, что ее дачный участок был продан новым хозяинам через неделю после подписания договора Мены. Покупателем является строительная компания «Хандан Астана». И уже на месте выкупленной земли началось строительство многоэтажного жилого дома. В общем, взамен своего реального дачного участка Бахат Айтмагомбетова получила воздух. Почему Марат Аринов не выполнил договорные обязательства, мы решили спросить у него лично. В данный момент по делу Бахат Айтмагомбетовой начались судебные разбирательства. У адвоката ИСА очень много вопросов, ответов на которых пока нет. По договору Мены они передали свой земельный участок с построением, а другая сторона обещала им квартиру. Но на сегодняшний день квартиру не передали, дом не сдали в эксплуатацию, то есть там с отлагательным условием. На сегодняшний день теперь клиент утратил свое право собственности на земельный участок, в то же время не может получить квартиру. Получается, простыми словами, он получил воздух, простыми словами, который наступит в будущем или не наступит, никто не знает. При таких обстоятельствах мы обратились в судебные органы за защиту нарушенных прав. Кроме того, есть такие непонятные моменты, каким образом нотариус оформлял данную сделку. Намерены судиться с компанией Марата Аринова и представители жилищно-коммунального строительства, в котором мужчина пообещал предоставить семье Бахат Айтмагомбетовой недвижимость. У нас сейчас идут судебные тяжбы с этим Intel KZ Development. Это является проблемным объектом. И сейчас для меня первостепенно это вот обеспечить всех, как говорится, выдать ключи, чтобы снять социальное напряжение. Это первостепенно. Даньяр этот, вот мы даже не знали, что он заключил договор. Вот он объявился недавно. Мы будем выступать третьим лицом, в их суде участвовать будем, потому что здесь затронуты и наши интересы. Потому что мы даже не видим, что вот такое произошло. Какие-либо вот комментарии, я пока ни по Аринову ничего дать не могу, у нас идет процесс. Мы будем следить за развитием событий этой весьма запутанной истории. И обязательно расскажем, с чем все это закончилось.